Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть Demon's Souls. И я начинаю записывать последние серии, и, наверное, самые сложные, потому что каждая ошибка в последовательности действий может привести к тому, что я пропущу некоторые важные предметы, которые нужны для трофеев. Как вы могли заметить, я вернул Огненный Шторм, так как мне написали в комментариях, что Астрею можно легко им убить. И на самом деле это так, можно использовать Огненный Шторм как один из вариантов ее убийства для получения трофея. И давайте начнем. Вернемся в гниющий приют. И нам нужно спуститься вглубь этой пещеры. Лестницами пользоваться не будем. Здесь у нас в Дове Лотос. Очень полезный Лотос в этой локации. У меня Х6. И давайте сразу поставим кольцо сырости. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Дево Астрея. Очень трагичный босс. Как можно видеть, жители молятся Астреи, так как она облегчает их страдания. И я здесь буду выступать в роли злодея. Который пришел в это богом забытое место. Место оставленных и угнетенных. Для того, чтобы забрать демоническую душу. Как вы могли заметить, Астрея не утратила свою человеческую сущность. И использует демоническую душу во благо. На защите у нее стоит Гарл Винланд. И есть три варианта прохождения этого босса. Первый, наверное, самый классический. Убить сначала Гарла. И после этого Астрея сама погибнет. И отдаст нам демоническую душу. Но если вы так сделаете, то вы не получите трофей. Гарл достаточно прочный. И до последнего стоит на месте, не пропуская вас вперед. Его на самом деле не так сложно парировать. Сейчас вам покажу. Но! Если вы хотите получить трофей. То вам нужно, не убивая Гарла, убить Астрею. И сделать это можно двумя способами. Первый это подняться вот сюда наверх. Пройти здесь по краю. Заодно можно убить ящерку. Которая дает обломки мерцающего камня. Убить на всяких случаях всех жителей. Да, каждый раз убивая этого босса, я на самом деле чувствую себя ублюдком. И с этой позиции, поставив лук. Мы можем видеть Астрею. Бессчадно расстреливаем ее из лука. Но сделать это не так-то еще и просто. Дело в том, что Астрея периодически использует регенерацию. Поэтому нужно запастись стрелами. Использует она ее не постоянно, всего лишь 3 или 4 раза. Есть еще другой вариант, как ее убить. Наверное, самый простой. Для этого не нужен даже лук. Нужен прокачанный маг и огненный шторм. Спускаемся здесь. Заодно собираем несколько полезных предметов. Чистый кровавый камень. И в этой кровавой жиже обитают вот такие неприятные существа. В прошлых сериях я говорил, что Фромы не используют образы детей. Но на самом деле, можно сказать, что вот эти маленькие демонята очень похожи на изуродованных младенцев. И они очень опасны. И сама эта жижа очень опасна. Стоит вам к ней прикоснуться, вы сразу же подхватите болезнь. Поэтому вдови Лотос нам в помощь. Нужно пройти по краю. Те предметы мы заберем позже. И уже отсюда желательно с кольцом сырости ставим огненный шторм. Конечно же, серебряную палочку. И пробегаем кострее как можно быстрее. Горох Винланд у нас не дремлет. Ну вот у меня не получилось все сделать с первого раза. Думаю, что со второй попытки у меня все получится. Делаем все то же самое. Можно никого не убивать. спрягем вниз. Здесь может перекатиться и даже не отравиться. Дети бесчинствуют. И пока Гарл замешкался. Сжигаем остраю дотла. И Гарл опустошенный. Больше на вас не нападает. И можно его не убивать. А просто забрать душу чистокровного демона и кольцо праведной молитвы. Быстрее бежим в Нексус. Так как мы восстановили физическую оболочку. Первым делом умрем. И как ни странно, после смерти Астреи у клириков не появляется ни одного нового диалога. Но зато парочка появляется у колдунов. Астреи Астреи И Юрия Горич, что Фреке пошел по скользкой дорожке. Ведь Бог, который даровал людям душу, сделал это не для того, чтобы они использовали ее во вред, изучая различные пагубные заклинания. На самом деле, не так важно, темным искусством ты обладаешь, либо более чистым, как лирики. Все это ведет к пробуждению древнего. Да, души человеку нужно. Нужны как раз для того, чтобы он был разумным, а не для того, чтобы использовать их силу для магии и чудес. И когда люди начинают перешагивать черту, появляется древний с полчищем демонов, которые отбирают людей души за то, что они используют их не по назначению. И, кстати, давайте почитаем, что можно сделать из души Астреи. У Юрии можно сделать облегчение. Магия души девы Астреи, обратившейся в демона. Ваше прикосновение полностью исцеляет спутника. Астрея самая омерзительная из всех демонов, но ее душа подобна душам самых благородных созданий. Вот такое вот противоречие. То есть Астрея, спустившись в долину Скверны, обратилась в демона для того, чтобы помогать несчастным жителям этого места. Также, кстати, я не читал, что можно сделать из золотой души демона. Духовная жажда. Магия души демона, известного как старый монах. Увеличивает количество душ, которые вы получаете при убийстве врага. Это заклинание обостряет жажду душ до предела и позволяет заклинателю высасывать из жертвы все до последней капли. Совсем как демоны. Ну и поджог мы читали. Чему можно обучиться у Фреки? Из души торговца пиявками можно сделать ядовитое облако. Не содержит никого лора, но давайте его обязательно сейчас изучим. В будущем оно нам очень пригодится. Из души старого монаха можно сделать наводящиеся стрелы души. Магия души демона, известного как старый монах, выпускает стрелу души, которая сама находит цель. Дряхлый узурпатор был лишь рабом золотого одеяния, погрузившего его в безумие. Это заклинание отражает стремление старика к власти, которую он так и не дождался. Из души Острея можно сделать облако смерти. Магия души девы Остреи, обратившейся в демона, создает смертоносное болезнетворное облако. Взяв на себя заботу о больных и проклятых, Острея сама наполнилась скверной. Вот такую цену она заплатила, помогая другим. И давайте тоже выучим это заклинание. Огненный залп мы уже читали, давайте его тоже изучим. Из души грязного колосса можно сделать кислотное облако, создает облако едкой кислоты, разрушающей доспехи и оружие. Ну, для нас это заклинание совершенно бесполезно. Что у нас с прочностью оружия? Все хорошо. Это все молится на своего Орбейна. И как можете видеть, у него на уме одно, избавиться от всех колдунов. И давайте посмотрим, чему можно обучиться у Орбейна. Из души Острея у него можно обучиться возрождению. Чудо души Девы Остреи, обратившийся в демона, изгоняет ближайшие фантомы в их миры, возвращая им телесные оболочки. Это чудо является собой символическое порицание Девы Остреи, бывшей шестой святой, поддавшейся скверне. Из души торговца пиявками, можно сделать исцеление. Это чудо настоящее спасение от ядов и болезней, охвативших оскверненную долину. Даже уже не знаю, куда мне потратить эти 26 тысяч душ. По идее, прокачка мне уже особо и не нужна. У нас уже 60-й уровень. Думаю, на этом пока стоит остановиться. Можно дополнительно закупиться. у лоскутика травой. Кстати, если что, у лоскутика также начали продаваться камни бесплотный глаз. Целых три штуки. Если вдруг будет кому-то не хватать, давайте просто купим 20 травы полнолуния. Ну, я не заставляю вас действовать именно так. Вы можете на лишние души начать качать жизненную силу. Также как минимум до 40. И давайте почитаем описание обелиска Святилища Забытых. Обелиск демона, известного как Дева Астрея. Когда-то Астрея была шестой святой, но теперь она живет в долине Скверны, рядом с теми, кто ожидает смерти. Чтобы облегчить муки обитателей долины, Астрея отдала свою душу демону, навсегда отринув жестокого бога. Так, и да, зря я появился рядом с этим иблицком. Лучше начать от гниющего приюта. Кстати, да, я еще забыл прочитать кольцо, которое нам дала Астрея. Кольцо праведной молитвы, серебряное кольцо с голубым самоцветом. Увеличивает силу чудес, но также и время, которое требуется для их применения. Одна из немногих уцелевших истинных реликвий и господних, найденная в детстве шестой святой Астреей. Да, это очередная сохранившаяся реликвия с древних времен. И мы возвращаемся сюда еще для одного дела. Помимо того, что здесь еще остались кое-какие предметы, которые можно собрать. Там они лежат внизу. Раз, два, три. При чисто белой тенденции здесь также появляется красный фантом Гарла Винланда, который все еще похоже, жаждет отомстить нам. А сзади него лежат вещи тоже Гарла, которого мы не стали убивать. Он сам умирает больше, не видя смысла в жизни без Астреи. и красный фантом Гарла очень прочный. По идее можно было взять сейчас заклинание ядовитый яд и болезни, отравить его, наложить на него болезни и просто стоять и ждать, пока он сам умрет. Но я забыл поставить заклинание, поэтому будем убивать его по старинке. Тут тоже есть два варианта. Провоцируем его на атаку, бьем корющей атакой. И так далее. Есть более быстрый вариант, но для более опытных это парировать до атаки. Вот я запарировал, но все-таки получил по голове. В принципе парировать его не так уж и сложно. Единственное, что он постоянно норовит отодвинуться назад. Каждый репост снимает ему по 300 жизней. чертова скала. Главное смотреть, чтобы он не взял свою огромную дубину в две руки. Да что ж ты будешь делать? Тогда его будет парировать на порядок сложения. Атаки станут быстрее. ну и наверное заключительную. Еще мешается скала. И теперь у нас тут целых две кучки предметов от гарлов. Давайте сначала возьмем что дает красный фантом. Его предметы чрезвычайно тяжелы, поэтому нужно сначала разгрузиться по полной. и здесь у нас бранд, а также герб Винланда. Исполинский чугунный молот, одно из сокровищ семьи Винландов. Говорят, его выковал древний убийца великанов. Повышает сопротивление болезни и яду, но для того, чтобы с ним обращаться, нужна огромная сила. простой смертный не удержит этот молот даже обеими руками. Вешает 36 и также требует 36 силы. Герб Винланда. Небольшой искусно украшенный герб семьи Винландов. По сути, этот предмет нужен только для квеста. Когда мы встретим его сестру, Винланд физической оболочки оставил нам свой сет и щит. Доспехи из темного серебра. Эти доспехи из темного серебра передавались из поколения в поколение в семье Винландов. Темное серебро, старейший из известных металлов, по слухам отпугивающий зло. Вес доспехов значительно замедляет восстановление стойкости. Ну, наверное, еще стоит полюбоваться на его шлем и прочитать его описание. Этот шлем из темного серебра передавался из поколения в поколение в семье Винландов. Необычный головной убор символизирует священное древо Винландов. Вес шлема значительно замедляет восстановление стойкости. Есть еще и щит, но в его описании совершенно нет ничего уникального. Все это мы уже прочитали. Основная его фишка это то, что он защищает владельца от всех видов магии. Снижает магический урон на 100%. И нам здесь осталось собрать только те три предмета внизу. Что это было? Похоже, жители уже начали оканчивать жизнь самоубийством. Безостроим жизнь немела. И три предмета снизу, теперь уже четыре туда еще кто-то упал дополнительно. На самом деле ничего в них особо ценного нет. Давайте все-таки их соберу. Это в основном будут камни для апгрейда. чистый ртутный камень. Да, эти маленькие детишки очень неприятные особи, которые могут вас зажать. Используем вдове лотос. Вот, в принципе, и все, что можно собрать в этой окровавленной пещере. И, похоже, я оставил этих несчастных детей сиротам. И следующее, что нам нужно сделать, пока у нас чисто белая тенденция, это забрать уникальное оружие, которое находится в локации 5.1. в прошлых сериях я говорил, где при чисто белой тенденции появится лестница, вот туда мне сейчас и предстоит направиться. И вот то самое место после хижины с крысами перед первым здоровяком. Здесь сверху ввалились камни, здесь у нас появилась лестница. здесь нам открывается достаточно большой кусок неизведанной локации. Здесь нам наоборот предстоит подниматься наверх. будьте осторожны, здесь также есть дровики, поэтому огненный шторм нам помощь. Тенденция у нас самая светлая, поэтому жизни у них становится меньше, а урон у нас становится больше. Здесь сверху особенно опасно, потому что там находятся сразу три здоровяка. Мы запасаемся специями и сжигаем всех до тла. Получаем в подарок Моргенштерн, спасибо большое. И вот то, зачем мы сюда и шли. Очередная реликвия называется наискатель. Когда вы его возьмете, вы получите трофей, поэтому да, на платину это оружие обязательно нужно найти. Короткое копье из твердого дуба. Это покрытое резьбой копье одна из немногих уцелевших реликвий господа. Когда-то оно принадлежало святому рыцарю Рисайе. Божественная природа копья усиливает сопротивление владельца болезни и яду. Ну, похоже, это не особо помогло его бывшему владельцу. Что ж, давайте отсюда эвакуируемся. Так, у меня не хватает. И в пятой локации нам еще осталось собрать монеты, а также повстречаться с сестрой Гарла Винланда. Давайте я все-таки сменю магию на Ядовитое облако и Облако Смерти. Хотя на самом деле мне это не особо сейчас и поможет. И теперь нам нужно отправиться на болото скорби. И чтобы сразу убить двух зайцев мне придется в очередной раз расколоть этот мир. На самом деле без сбора этих монет я бы себе намного облегчил прохождение Демон Соулс. Ну, раз уж я показываю все, то и монеты покажу в том числе. Слава богу сбор этих монет не влияет на получение трофея. А чтобы получить сет пенетратора нужно как минимум пройти два раза игру собрав 13 монет при первом прохождении и 13 монет при втором прохождении не допустив ни одной мать его ошибки. есть кстати такой неприятный глюк с этими монетами. Если вы будете разбивать ящик где лежит монета так шорткат нам не нужен при помощи какого-нибудь оружия которое имеет например огнанный урон то эта монета как бы сгорит и чтобы она опять появилась нужно будет перезагрузить локацию поэтому не переживайте если вы вдруг разбили ящик и там нет монеты скорее всего вы разбили ее либо магией либо оружием которое имеет какой-то магический эффект. Облегчим вся жизнь поставим кольцо сырости в Demon's Souls есть много различных неприятных приколов особенно эти приколы всплывают когда пытаешься получить кольцо друга наверное самое сложное в получении кольцо в Demon's Souls так может здесь наверное никого не убивать хотя наверное зря я все-таки убрал огненный шторм поторопился здесь бы он мне еще пригодился ненавижу когда у меня меч находится в левой руке ладно пока что у нас чисто светлая тенденция можно в принципе их и колющим режущим оружием раскидывать и опять эти москиты давайте поставим лук чтобы было проще с ними расправиться к луку поставим какие-нибудь да даже легкие стрелы я думаю им будет достаточно чтобы избежать падения проще этих москитов убивать из лука либо какой-нибудь стреляющей магией так а зачем я хожу отравленный кто мне скажет нас скоро опять ждет засада москит ну не делай так а сейчас самый неподходящий момент где-нибудь выглядит и да сточная яма надо быть здесь осторожным как вы помните кстати возможно нам поможет кольцо вора чтобы пройти здесь незамеченным вроде сработало и нам нужно упасть вот в эту расщелину здесь стоят два ящика давайте на всякий случай я разобью их каким-нибудь простым оружием в принципе можно наверное разбить их луком какого черта очень странно что опять пошло не так ну в общем опять какой-то прикол с монетой зря наверное разбил его луком в общем здесь ребят должна лежать монета надо было лучше кувырком разбить так было бы наверняка я не знаю по какому принципу здесь это работает но иногда эти гребаные монеты не появляются но поверьте мне при чистой белой тенденции она здесь должна быть ладно у нас здесь есть еще одно дело вернем наше кольцо и здесь мы можем повстречать при чистой опять же белой тенденции сестру Винланда так только я похоже что-то заплутал все задом наперед судя по всему мне нужно идти в обратную сторону да вот она греется у костра по всему по всему Но, к сожалению, не суждено тебе с ним повстречаться. И, кстати, заметьте, я его не убивал. Он умер сам. Я убил только Тёмного Фантома. Но можно отдать ей его эмблему. Да без проблем. Спасибо, милый вооружащий. Как девушка, сестра, я express my deepest thanks for your honoring of his name. Please accept this as thanks. Perhaps you will have use for it, as he now does not. May you receive God's blessing. May you receive God's blessing. На самом деле, это кольцо можно также получить другим способом, более кровожадным, убив святого Урбейна. May you receive God's blessing. Ну и при чисто белой тенденции больше нам здесь делать нечего. И вот я всё-таки решился сделать вторую попытку. Попробую теперь кувырком разбить этот чёртов ящик. И... вуаля! Вот это чёртова монета. И теперь нам осталось затемнить этот мир и выполнить ещё два дела. Лучше всего умирать в локации 5.1. Тут рядом с костром есть обрыв. Как обычно, умираем семь раз. После того, как зачернили долину Скверны, идём в неющий приют. Нам нужно вернуться назад. В поселение угнетённых беженцев. Да, при чистой тёмной тенденции они уже не складываются так быстро, как хотелось бы. Здесь поднимаемся наверх. И практически в самом начале здесь в ящике лежит очередная керамическая монета. А вот второе дело уже посложнее. Нам предстоит убить тёмного духа селены Винланд. Так, у нас здесь теперь всё задом наперёд. И давайте перед тем, как это сделать, я всё-таки вернусь в Нексус и уберу расколотый мир. Фух, вот так уже намного приятней. Кстати, пока я умирал 7 раз, опять потерял свои души. Опять забыл их подбирать. И к селении здесь можно пробраться либо по болоту в скорби, либо через гниющий приют. Возможно, это будет немножко дольше, но, как мне кажется, проще. Хотя я, возможно, могу и ошибаться. Ну, в общем, в принципе, практически одинаково приятно. Да, здесь у нас появляются красные фантомы здоровяков. И без того противная локация становится ещё более неперевариваемой. Здесь у нас старуха, она, кстати... Да, непродуманные у неё даже диалоги после смерти Астрея она ничего нового не говорит. Так, здесь бежим. Бежим как можно быстрее. Так, пельсовое, это, конечно, хорошо, но передвигаться под болото с ним не очень круто. Ну, зато у нас никто не заметил. Так, давайте я всё-таки поставлю кольцо сырости. Щит. Траву. У нас будет очередной жёсткий красный фантом, за убийство которого нам повысит тенденцию персонажа. И в каждом мире мы должны убить по одному такому фантому. И, что самое главное, убить его руками. Если вы убьёте его при помощи ядовитого тумана, либо скинув его откуда-нибудь, то вам не засчитают его убийство. Странно, почему она меня не атакует? Если вы не убьёте всех пятерых, то вы не получите кольцо друга. Да, Селена у нас сегодня реально тупит. Она пытается что-то наколдовать. Ничего не получается. Да, единственное здесь, что её можно спасти, так это эти грёбаные москиты. Что они, в принципе, и делают. здесь она ещё и полечится. Да что ж такое-то? Слава богу, когда меня кусают, я не уязвим. москиты пришли на помощь. Сделение. Она, кстати, тоже может лечиться. Надо не давать ей этого делать. Чёрт, побери. Ещё и камера. Фух. В чём ещё её фишка? То, что она колдует чудо, которое не позволяет вам использовать заклинания. А даёт она уникальное оружие. Так, а чё, у меня лотос закончился? Тогда нужно срочно эвакуироваться в Нексус. Её оружие называется Слепец. Изогнутый меч с прозрачным клинком. Селен Винланд рыцарь в доспехах из тусклого золота. Славился бесстрашием. Славился. Да, переводчики здесь как обычно. Конечно же, славилась бесстрашием, а его, а её меч считался одним из главных сокровищ семьи Винландов. Этот лёгкий, как пёрышко призрачный клинок проходит сквозь любые щиты. Хотя, возможно, я ошибался, называя Селен девушкой. В наше время, как говорится, всё может быть. Ну, а я, наконец-то, заканчиваю сегодняшнюю серию. Надеюсь, она была для вас полезной. Всем до скорой встречи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok